Дожили, докатились, Катя, Томас Куисаго, дворников, наверное, больше, чем жители. 2-1, 2-1, о боже! Так, а какие здесь двери? Понесли ботинки Витю. Друзья, как вы понимаете, мы на стадионе Арсенала. Арсенал играет в Бёрнли, я не знаю, что это за команда, первый раз про неё слышал, но фанаты уже что-то кричат. Пойдём болеть за Арсенал. Арсенал Берни, Бернли, я не знаю, что это за команда, играли. Я, к сожалению, не большой фанат футбола, поэтому мне сложно судить, но, на мой взгляд, игра была довольно скучной. Я решил уйти чуть пораньше, пока толпы болельщиков не хлынули к метро, чтобы можно было спокойно выйти со стадиона. Да, друзья, я не люблю футбол, если вы любите футбол, простите, нам не побудьте ничего интересного вам не расскажу, зато вы в комментариях можете рассказать, за что вы любите футбол. Это коридоры второго этажа, где находятся ложи. Ложа принца Персидского залива. Кстати, кто принц, непонятно и от какой страны этот принц, но там кто-то сидел похожий на принца. Здесь все фотографии, здесь кафе. На стене логотипы Арсенала, я напоминаю, что мы на стадионе Арсенала находимся в Лондоне. И вот современный логотип. Наши, Спартак опять забивает, 2-1, 2-1, Спартак, как обычно, впереди. Руки в масле, все погнули, вот куда вновили, торпеда по скалу. Ммм, как вкусно пахнет. Жалко, камера не передает эти аппетитные запахи. Вот тут вся уличная еда. Нутелла, пельмешки. Это Шордич и Брик Лейн, такая главная улица, если вы интересуетесь стрит-артом во всех переулочках. Утеплениях от Брик Лейн, куча классного стрит-арта. А по выходным здесь всякие рынки. Все, понесли ботинки Витю. Всякая барахлишка народ продает. Вазочки, винтаж, антиквариат, сервизы, сумочки, камни. В общем, на любой вкус. Значит, друзья, это искусство. Это искусство в рамках какой-то непоятности, Summer Exhibition. Ну, в общем, это искусство. Это какие-то... Что это такое может быть? Современное искусство. Современное искусство. Если вы не понимаете... Я напоминаю, господа, постоянные гости моего YouTube-канала, художественные критики. Томас Хуисага. Это такая вот во дворе выставили нам искусство. Это даже ягодица. Видишь, как красиво сделала? В общем, я такое искусство не понимаю. Поэтому мы пойдем дальше. Это Королевская академия искусств, кстати. Пойдемте дальше. Надо скрыться куда-то от этого искусства. Вот так вот, друзья, идешь себе по парку в центре Лондона и тут прямо на лавочке восседает два огромных попугая. То есть это дикие попугаи. Подожди. Они могут сожрать? Ух ты! Ух ты! Мы с вами сейчас находимся в районе Mayfair. Это самый богатый, самый роскошный, самый дорогой район. Именно здесь находятся все самые крутые отели, рестораны. Здесь, кстати, находится винный магазин и ресторан Жени Чичпаркина. Кто не видел интервью с Жени, быстренько смотрим в рекомендациях в описании все эти ссылочки. Здесь вечером можно наблюдать за дорогими машинами, многие из которых с какими-нибудь дубайскими или саудовскими номерами. Потому что, как мы знаем, главный понт, это не то, что у тебя есть Роллс-Ройс в Лондоне, а главный понт, что ты этот Роллс-Ройс привез из Дубая или из Эр-Риада. Тогда ты будешь действительно крутой. У нас здесь гуляния, перекрыли улицу для машин и поставили здесь какие-то сцены. Смотрите, народ, народ кушает. Устрицы. Все выглядит роскошно. Стейки, готовят стейки. И здесь тоже готовят стейки. Это очень крутые грили. Очень дорогие и очень крутые керамические грили с толстой керамики. И они на углях, поэтому их так где попало не поставишь. Но можно классную температуру там выдерживать. В общем, не грили, а мечта. Здесь везде очень строгий дизайн-код, поэтому можно не просто вывезти из наборных букв, но они все должны быть еще медные. За счет этого улица очень чистая, красивая. Мы можем с вами наслаждаться историческим таким видом роскошной, богатой британской улицы. Все очень строго, но мы отходим один квартал и здесь уже все попроще. Дизайн-код он не только строгий, но и он разный в каждом районе. Все по-своему. А здесь кто-то, кто-то врезался в столбик и снес столбик. Все, здесь уже попроще, поэтому какое-то заведение, у них уже буквы светящиеся. Посмотрите, друзья, какие фантастические, уютные дворики. Вот здесь вот всякие заведения, кафешки, столики. Лондон, конечно, хорошеет с каждым годом. Я помню, еще лет 10 назад здесь были такие грязные подворотни. Сегодня здесь чистота, уютные заведения, народ ест. Вот здесь вообще такой дворик с кучей ресторанчиков. Вот в Петербурге так надо, ребят, вот Петербург. Двор и колодцы, вместо парковок такая красота. Полицейский участок. Так вот выглядят в Лондоне полицейские машины. А это у нас полицейский фургон. Здесь, конечно, чистота и порядок, потому что мы на Mayfair. Я напоминаю, самый дорогой район в Лондоне. И здесь, естественно, все вылизано. Здесь даже сложно найти какой-нибудь стол с наклейками или стикерами. Сборников, наверное, больше, чем жители. Поэтому, конечно, здесь все вылизано, вычищено. Но если мы с вами приедем в другие районы Лондона, вот в чем плюс Лондона? В том, что он очень разный. Если мы с вами приедем в Шордич, то там будет трэш. Все залеплено, загажено. Будет дать какой-нибудь мусор. Ходить какие-то хипсеры, везде будет куча стрит-артов. Если мы приедем с вами, я не знаю, там отойдемся здесь чуть-чуть подальше. Там уже начинаются совсем другие районы. Ну и вот, конечно, Лондон можно любить за то, что он такой вот разный. Недавно здесь реконструировали улицы. И обратите внимание, последние тенденции, когда нету бордюров. Бордюры сейчас не делают. И вот видите, тут просто в один уровень сделаны тротуары и дорога. Практически нет никаких знаков. И вот такие улицы, они считаются безопаснее. Везде, конечно же, идеально лежит плитка. Про это даже можно не говорить. Здесь все очень хорошо сделано. Так, а какие здесь двери? Ты когда здесь входишь, вообще сложно себе представить, что здесь, где сохраняют всякие старые детали, сохраняют все мелочи, что здесь у тебя может быть глухая металлическая дверь. Ну и отдельно, конечно, Лондон можно любить именно за старые детали. Потому что ты идешь, и у тебя будет какой-нибудь старый столбик исторический. Посмотрите, это улицы, которые недавно они реконструировали. Такие вот автомобили пешеходные. Все, уже нет ни бордюров, ни столбиков, ничего. И никто даже правила не нарушает. Потому что нарушать правила здесь очень дорого. Сегодня мусор выставляют здесь на улице, потому что скоро проедет мусороуборочная машина. И весь его заберет. Отдельных баков здесь нет. Мусор забирают только в специальных мешках. Они платные. Видите, они есть разного цвета. Это мусор, который на переработку. Это мусор, я так понял, смешанный. И вот все выставили эти мешки. Сейчас проедет, машина уберет. А здесь вот улица еще не реконструирована. Здесь есть бордюрчик. Здесь не очень ровный асфальт. Но я думаю, скоро и до него дойдет. И здесь тоже наведут порядок. Обратите внимание, кстати, на современную архитектуру, которая здесь есть. Вот современное здание. Здесь вот все здания дальше исторические. И насколько вот тоже круто, стильно и деликатно они современные здания встраивают в историческую застройку. То есть оно совершенно не мешает. Оно очень такое скромное. При этом видно, что оно дорогое, благородное, как хороший костюм. Все очень хорошо сделано. Опять же, в этом плане они молодцы. Ну здесь опять вот исторические здания, исторические двери. Сейчас мы с вами чуть дальше пойдем и увидим кучу деталей. Разных деталей, разного времени, которые все с любовью сохраняются. Вот, к примеру, да, смотрите вход. Вход в чей-то дом. И здесь перед входом фонари, старые фонари. И вот эти вот рожки. Я вам рассказывал, что это такое. Это чтобы факел тушить. Это раньше, давным-давно, когда люди с факелом ходили. Было тепло, ходили с факелом. И вот перед входом в дом вот в эту штучку засовывали факел. И тем самым тушили его и заходили в дом. И вот здесь около каждой двери мы видим вот эти вот фонари и эти факелы-тушилки. Это, к слову, о том, как трепетно британцы относятся к деталям. Смотрите, видите, везде двери, рамы. Сложно вообще представить, что кому-то придет в голову здесь вставлять какой-нибудь стеклопакет пластиковый. Но опять же, к слову, о сохранении деталей. Смотрите, какая тут шикарная решетка. Не знаю, сколько лет. Роскошные, подосточные трубы с такими красивыми креплениями. Все заборчики. Все бережно сохранено. И здесь вот есть такая вот уже современная архитектура, которая очень деликатно соседствует с исторической. А вот здесь нам гости из Кувейта. Пожаловали в такой вот Гелендваген с красным салоном. Стоит вот прямо в отеле. Стоять нельзя, но вот он стоит. Одно время в Куршавеле было круто, когда машина на русских номерах. То есть это значит, что у тебя есть не просто бабки снять и арендовать какую-то машину. Это значит твоя машина. Потому что приехать и арендовать машину в Лондон, проблем нет. Ты можешь приехать, взять себе 600-ый Mercedes, Ferrari в аренду и ездить на ней. Но есть подозрение, что это не твоя. А когда у тебя номера киньте в Кувейте, Дубай, то все точно понимают, что это твоя машина. И это вот такой особый фонд. По Mayfair можно ходить просто изучать современные автомобили. Потому что здесь чего только нет. Если любите дорогие машины, то здесь можно ходить как по автосалону. Ну во-первых, здесь конечно же есть автосалоны. А во-вторых, здесь очень много дорогих машин. Так, мы нашли вот человека с дубайскими номерами. Дорогой номер. И затонирован. Смотри, он даже лобовой себе затонировал. А зачем человек лобовое стекло тонирует? Я бы никто не видел, кто там ездит. Понятно. Кто-то припарковался у подъезда по старой советской привычке. Это жилые дома. И вот тут опять вот, ну не очень блатные номера у Rolls-Royce. Да, у нас вот тут Rolls-Royce. Вот, кстати, совершенно непонятно, зачем они все эти машины покупают в Лондоне. То есть это уже совершенно неудобно на них ездить. Что это за номера? Вот, что-то здесь написано. Какие-то номера? Это Москва Тепахрейна и Саускарага. Вслед за Mayfair, богатым районом, где куча роскошных машин, дорогие магазины, отели. Начинается такой вот арабский райончик. Точнее одна улица, Edway Road, где можно покурить кальянчик. Поесть восточные сладости, выпить кофе по-турецки. И самое главное, купить себе чехол для айфона со стразами и драконами. Куча таких заведений, все это похоже больше на Ливан, на Турцию, но никак не на Лондон. Особенно по запахам. Шишави. Народ сидит и курит кальянчики. Сейчас еще мало, а вечером здесь не протолкнуться. Все эти прекрасные стулья, обитые дерматином под крокодиловую кожу, заняты. Здесь же перевод денег, обмен. Ресторан Иран закрыт. Здесь ближневосточная кухня, ливанская кухня. Здесь местные аптеки, местные банки. Довольно интересный райончик, опять же, если на контрасте посмотреть, насколько Лондон разный. Удобно, повсюду шаурма продается. И пахнет кальянами, кебабами, прямо как в Ливане. Последние тенденции лондонской моды. Лазерное удаление волос, судя по рекламе, с груди. Дожили, докатились. Вот что круто в Лондоне. Такое смешение людей со всего мира. Какая-то движуха. И простые студенты, и какие-то мигранты. Миллионеры. В общем, такая полнейшая каша очень напоминает Нью-Йорк. Но если в Нью-Йорке это происходит только на Манхэттене. А Манхэттен, он такой весьма своеобразный. Эти небоскребы, это так на любителя. То в Лондоне это все происходит в таких декорациях старого плотного города. И это очень круто. Ну и конечно, Лондон невероятно быстро меняется. Каждые полгода это уже другой город. С новым стрит-артом, с новыми какими-то магазинами, ресторанами. С новыми зданиями, кофейнями. И ты ходишь и даже просто не узнаешь любимые места. Центр города, движуха. И опять же отсылочка к Нью-Йорку в некоторых районах Лондона. Мусор складывают в пакетах на тротуарах. В определенный день проезжает машина, и она этот мусор забирает. Видимо, здесь сегодня сбор мусора. Поэтому народ в специальных пакетах. И не только в пакетах. Здесь вот картон, видите, они так аккуратненько сложили. Здесь повсюду бары, пабы, кафе, рестораны. О боже! У них радужные флаги. Какое-то заведение под названием Гей. Да, ребята. Русский ресторан Зима. Обратите внимание, я с этим днем не был. Но мы можем посмотреть, что здесь дают. Современная русская кухня. Так, салаты оливье 7,5 фунтов. Пельмени сибирские 10 фунтов. Пельмени с рыбой 12 фунтов. Вареники с картошкой 9 фунтов. Бифстроганов 16,5 фунтов. Голубцы 14,5 фунтов. Котлеты куриные 11 фунтов. Пирожки. Смотрите, пирожки по 2 фунта. Супы. Да, красный борщ, зеленый борщ по 7 фунтов. И в Лондоне у нас появились Jump велосипеды. Прямо как в Америке. Это Uber. Uber запустил прокат. Мы сейчас арендуем велосипедик. Принимаем какое-то соглашение. Давай, дружище. Окей. Очень удобно, что есть подставка для телефона. Можно ехать. Слушайте, как же круто на электровелосипеде. Просто кайф. Вечерний Лондон. Самый центр. Пикадилли. Куча людей. Пахнет травой. В общем, веселье в самом разгаре. А, это же театры? Да. Это все театры. Кончились спектакли. Театры и народ выходят побухать. Расходятся по клубам. А здесь что все стоят? Здесь кого-то ждут явно. Смотри. Актеры подписывают. А, это актеры после спектакля подписывают. А здесь уже бары. И народ веселится. Это гей-бар. Ну что, друзья, это был Лондон. Ссылки на прошлые ролики из Лондона смотрите в описании. Костя Пинаве в этот раз не было. Из-за шквала критики, который последовал просто в комментариях к прошлому ролику, где Костя был. Но мне интересно ваше мнение. Напишите, хотелось бы вам еще экскурсии по Лондону от Кости. Потому что если интересно, я сюда скоро опять прилечу. И мы с вами послушаем Костю. По мне так, конечно, его экскурсии миллион раз круче моих. И, конечно, он знает Лондон намного лучше меня. Поэтому, мне кажется, Костя это топчик. Так что пишите в комментариях, что думаете. Ну и вообще, я в Лондоне бываю довольно часто. Поэтому, если вам интересны какие-то темы. Если вам хотелось, чтобы я про что-то сделал репортажи. Пишите. Ваши просьбы будут услышаны. И, возможно, я их исполню. Все, ребят. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Подписываемся на инстаграм. Не забываем. Я вас всех обнимаю. Завтра увидимся в новом ролике. Пока-пока. Катя. 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 Субтитры сделал DimaTorzok